Добрый вечер. Куда девать хорошего ребенка из хорошей семьи? В советское время для этого были всячески не многочисленные. Их было невероятное количество. Они были по всей стране, конечно, сосредоточены в основном были в крупных городах. И чем они занимались, никто не знал. Но мальчик из хорошей семьи, девочка из хорошей семьи заканчивали хороший институт. Особенно девочка отправлялась туда высиживать себе зарплату и будущего мужа. Потом она вступала в брак. Там обычно подворачивался тематически подходящий мальчик. И нормально, совершенно спокойно. Эти люди сидели там всю жизнь, потом отправлялись на пенсию. При этом они, конечно, были достаточно почетно и уважаемые. У них были спецпайки, у них были всякие варианты распределения. У них был очень хороший профсоюз с очередью на Жигули и на квартиры. Поэтому биографии, конечно же, удавалось. Сейчас подобных не и нет. Практически все разгромили. Тем более, что многие из них были абсолютно не нужны. Куда податься? Конечно, если ты, например, сын депутата, то все хорошо. Ты к своему папе, который депутат от штата Майами, как это довольно часто выясняется, у нас есть по факту, можешь уехать к нему в Майами и жить спокойно там. А вот если, например, у тебя папа ежемесячно вынужден слезами омывать патриотизм в день зарплаты пред ясной очи начальства, тогда куда? Тогда с Майами не очень получается. И с Лондоном, ну, конечно, можно, но регулярно как-то и детей в виде заложников надо предъявлять к собственному патриотизму в качестве очень хорошего гарнира. Тогда возникает необходимость, чтобы и здесь что-то было. Какая-то такая научная школа или что-нибудь очень престижное. Для этого есть замечательные конторы, например, «Газпром». Он в состоянии пристроить невероятное количество нужных детей. Там «Роснеевть» какая-нибудь, администрация президента. Там тоже очень хорошо. А есть другие конторы немножко иного порядка, тоже на достойном финансировании, но примечательные тем, что они не делают в принципе ничего. То есть в этом отношении они еще более полезны. Например, «Роснано». Потому что чем занимается «Роснано»? Ну, вот у них есть пилотный проект, как винтить новые лампочки на Пятницкой улице. У нас Пятницкая улица, она поскольку плохо освещена, то она попала как раз под раздачу. Там сейчас будут с нано-лампочками, с нано-асфальтом и с нано-населением разбираться, как бы все это совместить в едином флаконе. Ну, естественно, затраты нано не будут. А еще была придумана более гениальная затея, которая называется «Сколково». Это Московская школа управления «Сколково». Она появилась под легкий барабанный перестук и обещание какой-то «Кремниевой долины». Хотя я сильно подозреваю, что она появилась как послесловие к юношеству мальчика Димы, неокрепшим разумом посмотревшего все фильмы с Сильвестром Сталлоне, доступные на тот момент Чохом. И если помните, был такой фильм «Разрушитель», где построили городишко из Лос-Анджелеса, Сан-Анджелес. Он был такой импотентный, с шикарной зеленой травкой, с газончиками и с якобы райской, аккуратно построенной жизнью. Построенный как раз вопреки всей остальной стране, потому что нормальные люди там были загнаны в подполье, у них были очень серьезные трудности и терки с властями. Но цветущий такой маленький вариант рая был построен, и вот туда как раз инсталлировали Сильвестр Сталлоне. И он там с Сандрой Балок все это потом разгромили, устроили революцию, нормальных людей вернули на поверхность, а они нормальных, соответственно, пинком в сад разогнали. И, видимо, мальчик Дима, ну, впоследствии он стал, кстати, президентом нашей страны, будучи тогда один на один с действительностью, все-таки КГБ не зря предупреждало, что неокрепшему разуму нельзя смотреть вот эти тлетворные западные поделки Голливуда. Тем не менее, мальчик Дима посмотрел, впитал, а когда дорос до президента, он взял и создал этот рай на земле, ну, какая там Кремневая долина, откуда? А вот Сан-Анджелес вполне получился, Сколково называется. И там сидит большое количество очень приятных, интеллектуальных, озабоченных ребят, у которых хорошие ноутбуки, хорошие галстуки, хорошие газоны, хорошие зарплаты, хорошие перспективы. Плохо одно, они нафиг никому не сдались. Потому что сам по себе проект пустой, не содержит ровным счетом никакого рационального зерна. Если по какой-то причине вдруг прикроется, или, например, прилетит какой-нибудь метеорит, Чубаркульский или Медный ТАСС, мы даже не заметим, что у нас не стало вот этого странного скопления высокооплачиваемых средний и низкоинтеллектуальных выпускников МБИА в Ближнем Подмосковье, Сколково. А поскольку надо как-то так или иначе имитировать некоторую деятельность, то вот эта вот Московская школа управления Сколкова, она все-таки должна как-то предъявлять обществу некий результат работы. И они тут посмотрели на рынок труда пристально, кинули взор в дальнюю перспективу и подали списочек из 100 профессий в ближайшее время необходимых стране, новых, появляющихся, и 30 профессий, обреченных на вымирание. Список интересен. 30 профессий включают в себя самые разные параметры нашей жизни, и некоторые из них угаданы абсолютно точно, потому что, например, сколковские ребята считают, что в ближайшее время за ненадобностью исчезнет профессия почтальона. Они в этом отношении абсолютно правы, потому что почты у нас уже давно нет, у нас есть такое фантомное явление, просто силой инерции полагать, что у нас есть почта. И, соответственно, есть какие-то люди, которые вроде как почтальоны, при всем при том, что, ну, я же его почтальона видел очень давно, а при попытке его заполучить, была у меня такая неприятность, мне нужно было, чтобы в нашей стране почта оказалась действующим государственным институтом. Я убедился в том, что это не действующий, не государственный, не институт. Да, действительно, сколковские, тепленькие, хорошенькие, на лужайке пасущиеся травоядные мальчики и девочки блистательно предугадали скорейшую кончину этой профессии. Заодно они очень точно сказали, что в ближайшее время там врет профессия швеи. Понятно, у нас нет легкой промышленности, откуда возьмется швея. Естественно, ее уже и как таковой нет, тем более сейчас гастарбайтеров разгонят. И тут, конечно, вполне возможно, что их анализ был проведен по результатам тех данных, которых мы не знаем. Может быть, они прекрасно понимают, что в ближайшее время, когда Китай нас окончательно завоюет, укромный или бескромный, это второй вопрос. Например, мы ему подарим не только устье Амура, как сделал товарищ Путин, но подарим еще что-нибудь, например, до Урала или все, кроме московского княжества. Тогда, конечно, эта профессия швея будет скорее приговором концлагердам, когда тебя заставят быть швеей, но точно не будет свободной профессии. В этот же список, кстати, шахтеры попали. Видимо, Сколковские в курсе, что скоро мы перестанем рубать уголек, потому что, вот любопытно было бы знать, почему. Еще не менее верно они определили, что отомрет у нас, например, издательское дело. Тут не все так однозначно, но перспектива такая есть. Очень странно то, что они целую отрасль похоронили, целозу бумажную. Видимо, выпасаясь на травки, они не очень в курсе, чем на самом деле в нашей стране занимаются ЦБК, ЦБК, целлюлозно-бумажные комбинаты. Видимо, они также и не в курсе, чем занимаются макаронные фабрики в нашей стране. Так вот, ЦБК у нас в последнюю очередь занимается бумагой. В первую очередь они занимаются изготовлением пороха. Возможно, что Сколковские понимают, мы Китаю сдадимся без боя, поэтому порох не понадобится, либо они рассчитывают на опыт Второй мировой, когда мы воевали американским порохом, поскольку своего пороха у нас не оказалось уже к середине 41-го года. К середине 41-го, потому что мы же, помните, мы же в войну вступили во Вторую мировую, будучи ее организаторами в 39-м. И любопытно то, что Сколковские поставили водоразделом 2020 год. У нас 2020 год определен партией и правительством как год невероятных свершений, когда мы добьемся потрясающих результатов, и жизнь станет хорошо. И вот после 2020 года, это самый важный момент, отомрет профессии инспектора ДПС. Это говорит о том, что ребята тоже, наверное, осведомленные, они что-то такое знают. Любопытно, что именно. Потому что причин для существования профессии инспектора ДПС до 2020 года нету никаких. У нас на сегодняшний день почты нет, и ГАИ у нас как таковой тоже нет. Чем у нас занимается инспектор ДПС? Ничем он не занимается. Какая от него польза нам? Никакой. А почему же он проживет до 2020 года? Вообще, в принципе, чем занимается у нас ГАИ? ГАИ занимается одним. Она сопровождает кортежи, чтобы беспрепятственно ребята с мигалками могли проехать поперек нашего потока. И из этого следует что? Что к 2020 году у нас не станет мигалок или к 2020 году не станет нас, мешающих. И в связи с этим отомрет профессия инспектора ДПС. Вот над этой загадкой ребята травоядные пока, видимо, еще будут как-то усугубленно биться. И, может быть, дадут нам пояснение, может быть, нет. Но ничто не мешает уже сегодня полностью избавиться вообще от ГАИ, а не только от профессии инспектора. Потому что все функции, которые они на сегодняшний день делают, нормально могут быть переданы гражданским лицам, либо криминалу. Пробок в Москве больше не осталось. Всего лишь какие-то 5 баллов жалкие. Но тут небольшой транспортный коллапсик такой. Не обращайте внимания. 65, 10, 9, 9, 6. Илья, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. К сожалению, вечер не совсем добрый для кого-то оказался. Сейчас случилась большая авария на Новорижском шоссе. Да, стоит. Стоит на Новорижском. Итолкновение с трупами. Есть такое слово, сленговое мясо. Да. Вот. И я как раз хотел, по идее это вяжется все с политикой нашего государства, особенно нашего марсианина, премьер-министра. То есть лучше деньги в Буховск-Полково, чем в дороге. Конечно. Чем в Московской области. Ведь у нас вылетные магистрали, они четко как в тоннеле. Потому что съезд влево-вправо, утыкаешься в переезд, либо в частные дорожки, и свернуть никуда нельзя. Организация дорожного движения в местах ремонта. Ну, не знаю, кто придумал нарисовать на Новориге ряды, по которым фура едет ровно на левом колесом по одной линии разметки, правом по другой. И вот попробовать эту фуру обогнать. Это физически невозможно просто. Знаете, как... Илья, помните, Салтыков-Чедрин достаточно давно, пару веков тому назад, сказал, что во всем мире железные дороги строятся для того, чтобы ездить, а в России еще для того, чтобы воровать. С тех пор мало что изменилось. Ничего не изменилось. И очень обидно, и досадно. Ну, по идее, да, чем нас меньше останется, тем лучше. Да, и гастарбайтеры прекрасно исполнят нефтедобывающую функцию и подметут дорожки, тротуары. Причем, заметьте, подметут молча. Молча, абсолютно. Да, без социальных гарантий, без медицинского обеспечения, без пенсии, а что и требуется. Легко, непринужденно, отработал и выкинул их пинком в зад. А своих еще даже закапывать надо, это же мучительно долго. Да, и закапывать, и они еще вякают почему-то. Как-то вот вякают и вякают. И вот мне интересно все-таки посмотреть лицо толстого сотрудника наших правоохранительных органов, который подписал, ведь любая дорожная, как бы обстановка дорожного движения должна быть согласована. Есть конкретное лицо, фамилия, имя, отчество, которое согласовалось. Когда встречные потоки разделены такими, знаете, пластмассовыми палочками, вот, и учитывая ширину, как я уже сказал, ширину вот этих полос временного движения, то встречные машины чуть-чуть зеркалами стукают, даже двигатель состоит в классе. Вот интересно посмотреть в глаза вот этому толстенькому погонами, вот, и спросить, как же так, за сколько он это подписал, сколько ему это стоило. Примечательно то, что любая подпись у нас всегда авторская, у нас нету событий, нету действий в стране, преступных в том числе, без авторства, инкогнито. Они всегда четко, совершенно являются осмысленной деятельностью конкретных лиц. Вот, может быть, мы доживем до того момента, когда спросятся из серии, ребята, а вот вы, когда занимались изменой Родине, вот вы, собственно, на что рассчитывали? На то, что пронесет? Ну, для этого нужно быть а, уволенным, б, не поделившимся, вот тогда, может быть, автор и выдернул. В рамках системы, да. Если это будет какой-то отщепениц, вот типа Ярославского губернатора, который пока был в системе, ему было можно все, а когда он решил из нее выйти, сразу узнал про себя много интересного. А вот если происходит смена самой системы, тогда вопрошающим задается много вопросов уже практически всем. Их так много, этих людей, где-то, наверное, с четвертого созыва Госдумы и включая все министерства и ведомства. Есть с кем поговорить. Это будет увлекательная разборка. Читать будем, наверное, как материалы 19-й партконференции, которая тоже в нашей стране была интересным, знаковым событием. К сожалению, я думаю, что мы с вами, наше поколение до этого не доживет. Вот тут вот тоже пара нюансов все-таки. Вспомните, сколько невероятного произошло в жизни, во что не верилось ни при каких обстоятельствах. Хорошего и плохого. На одном поколении, да, я думаю, что это поколение как раз середины, начала 70-х годов рождения, которые могли пожить в это время. Но сейчас у нас не та ситуация. Я думаю, такого больше, ну, вряд ли какое-либо из поколений, которое сейчас живет, через это пройдет. Не факт. Вспомните, откуда, например, у нас взялся Хрущев. Ведь он же убедил всех, что он полный идиот. Именно поэтому, как безопасного идиота, его посадили наверх. А выяснилось, что он совершенно не идиот, что он большая умница, блистательный стратег. И как он изменил нашу страну? Его посадили для чего? Для того, чтобы осталось все по-старому. А он что сделал со страной? Вот если наверх под видом стандартного мерзавца и негодяя прорвется приличный человек, то у нас может быть даже совершенно бескровная смена ориентиров. Ну, вы знаете, я немножко так помню эту историю, поэтому я боюсь и знаю, кто сейчас у нас наверху. К сожалению, настоящих буйных мало, вот и нету лужаков. Хрущев не был буйным, и Хрущев это был кровавый палач, человек, который уничтожил столько людей, сколько, в общем, знаете... Безусловно, безусловно, да. История как бы знает это, и все об этом знают, но вот я говорю, что сейчас у нас ну, ни одной фамилии, которую кто-то где-то наверху крутит, вряд ли смогут что-то сделать. Ну, вы правы, абсолютно надо менять систему, но менять ее надо оттуда начинать, потому что снизу бесполезно. Ну, тут... Никакие частные инициативы... Сценарии разные возможны, конечно же, и вот, кстати, как раз индикатором того, меняется что-нибудь всерьез или не меняется, или это опять обман, будут вот такие скромные бытовые приятности либо неприятности, как, например, работа ГАИ, положение на дорогах, ведь по ним, как по лакмусовой бумажке, пресловутой и надоевшей, видно, чем на самом деле озабочена власть. Сейчас мы видим, что она не заинтересована абсолютно в ситуации в нашу пользу. Что бы ни происходило, то ладно, ребят, ну, поубивались, подумаешь. Бензин, дорогой, да какая разница, налоги, да ничего подобного. Гаишники кормятся, да простите вы их и накормите, и пусть идут. Но, как, например, в Грузии все изменилось буквально по одному указу? Ведь изменилось же. Значит, возможно, варианты. И на сегодняшний день какова грузинская полиция? Перед этим-то в Грузии произошло, скажем так, то, что называется революция, рост. У нас, к сожалению, дальше болотной площади ничего не колыхнулось. Учитывая масштабы нашей страны, это было ничто. Да, учитывая масштабы страны, это было ничто. И наша революция, рож, она пока тоже абсолютно не имеет никакого КПД. но, чем хороши нынешние, тем, что их действия так раскачивают лодку, как никакая оппозиция раскачать не может. Ну, в какой-то мере, да, но и все-таки, как вот, может быть, я пессимистично смотрю на вещи, но, наблюдая за властями, да, они заигрываются, но в нужный момент они могут спохватиться и могут принять нужные, для них нужные какие-то меры. Да, они как раз идут... нынешнее руководство не похоже на это полюсбюро, да, вот, на старых маразматиков, они достаточно молоды и все-таки умеют в нужный момент, когда касается их безопасности и их нахождения у власти, ну, они не глупые, к сожалению. но они прекрасно знают, что их сдадут моментально, в первую же секунду, и что вот это все, стоящее вокруг с добрыми улыбками на лицах на самом деле не в их пользу. И будет, в принципе, они очень боятся сценария Чаушеску, поскольку прекрасно понимают степень его реальности. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Я хотел вам узнать вам, Сергей, ваше мнение насчет автомобиля Hyundai Sonata, который собирали в Таганроге. Собирали в Таганроге. Что скажете о ней? Если вы таксист, то вам повезло, на этой машине вам хорошо работается. Вы ее где нашли, эту Sonata? Ну, я хочу приобрести ее. С каким пробегом? Порядка 110 тысяч. Ух ты, а сколько ей лет? 2010 год. То есть, трехлетняя машина с пробегом 110 тысяч, и есть основания верить в этот спидометр, а ее прежний владелец кто? Он чем занимался? Возил себя или работал на машине? Нет, возил себя. И все, надоело, решил ее сдать. А мотор у нее рядная четверка или V6? Там просто не... Рядная четверка, два литра. Ну, вот эти 2.0, они при хорошем уходе служат довольно долго. Там автомат или механика? Механика. Ну, соответственно, стартовая комплектация. Если не убивал, то 250 тысяч этот комплект 2.0 механика Sonata 5 выхаживают довольно-таки без проблем. И чем хорош сам завод, тем, что особой локализации там не было. Ну, там коврики советские, пара резиночек, все остальное корейское, а у корейцев эта машина была сделана для такси. Они прекрасно понимают, что в такси машина работает на износ, поэтому старались, делали, получился весьма прочный агрегат и, в общем, поживет еще. Арам, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Сергей. Я внимательно слушал вот предыдущего слушателя вашего. По дороге он говорил, вот прям я сейчас на Минке стою, тут все стоит, и непонятно вообще дорога, которая километр, по-моему, стоит 9 миллионов долларов, нет, 27 миллионов долларов, и киевское шоссе, которое столько же стоит. почему нельзя сделать переезды, чтобы машины просто не стояли. Во всех переездах, везде, по всей длине трассы стоят. Потому что, Арам, как сказал Салтыковщий, Дрин, дорогу строится, чтобы украсть, а не чтобы вы по ней ехали. У меня вопрос про Лексус новый, который АЭС, который вышел, но я не знаю, появился уже у дилеров или нет. Ну, сейчас уже появится. Ну, скоро появится, скорее всего. У вас был шанс просто поездить на нем, посмотреть, что за машин? Да, стоит ли к нему приглянуться? Ну, в нем, как в любой Тойоте, ничего интересного, кроме завышенного ценника и возможности, пощелкивая пальцами, друзьям сказать, что у вас Лексус. Да. Как любая машина, как любая Тойота, это вот, это два самых таких лукавых бренда, это Лексус и Инфинити. Купив либо ту, либо другую, вы понимаете, насколько именно вас обманули. Арам, оставайтесь на линии, мы продолжим после новостей. Арам, я надеюсь, вы еще на связи? Да. Не могу отказать себе в удовольствии пообщаться с земляком. Это маленький блат в эфире. Взаимно, взаимно. На самом деле, еще очень было интересно начало программы Просколковой, и я вот, было приглашение оттуда, я искал для себя что-то типа MBA, и там была программа, да, Executive MBA, и я поехал туда, там за полтора года, то есть, они просят что-то типа хорошего, хорошего, в хорошей комплектации СТЛ, цена такая у них за обучение, и что ты получаешь, совершенно непонятно за эти полтора года, но у них такой ценник, 100 тысяч евро, вы получаете промокашку, с которой потом можете точно так же баллотироваться в дворнике, как и все остальные, у кого этой бумажки нету, зато они будут на вас смотреть очень по-умному, у них будут хорошие галстуки, сытые лица, и они будут преподавателями. Собственно, это нужно для них, а не для вас. Да, я так и понял. Ну, и такой вопрос про второй, вот по такой цене, как Lexus, можно присмотреться к Jaguar XF, но не новый, а из программы Selected, я как-то из ваших программ узнал, что есть такая программа Jaguar Selected. Довольно честная программа, в Selected попадают только машины, в которых они уверены, поэтому там нету вот этой вот купи-продай, когда просто взяли, отмыли, перебили документы и выкинули ее. Эта машина с ясной биографией, в нормальном техническом состоянии, она как раз и является вступительным билетом в семью Jaguar. Вот, Арам, представьте себе, что вы, например, купили себе какую-то из этих машин, Lexus, либо Jaguar, проходит какое-то количество лет. Например, вам эта машина понравилась, и вы на ней, вот что называется, прикипев душой, остались и ездите там 10 и 20 лет. И вот разговор вас, человека уже мудрого, с внуками, и вы говорите, знаете, дети или внуки, у меня коллекционный Lexus. И они начинают бесстыдно смеяться вам в глаза. И вы говорите, у меня коллекционный Jaguar. И они смотрят на вас с уважением. Потому что по отношению к Lexus, вот то же самое, как по отношению к Infinity, это совершенно невозможное сочетание слов. Коллекционный Infinity. Это кто такой? Это что такое? Это что? Это Альмера, вот это вот, который для американского рынка? Или там, что такое Lexus коллекционный? Это какая Toyota? Это вот эта вот одноразовая штуковина? Jaguar это порода. Jaguar это имя. К Jaguar тоже есть определенные претензии, хотя вот нынешняя модельная линейка Jaguar, она, конечно, по качеству, по сути, по уровню очень сильно оторвалась от того, что было во времена Ford. Потому что все-таки, когда Ford Mondeo прикидывался Jaguar, это не то же самое. Да, она слышала. А вот теперь Jaguar XF, ну, понимаете, Арам, вы за рулем Jaguar, это уровень. Вам даже MBA не нужен, в отличие от этих вот зеленых пасущихся на газончике, которые без вашего MBA не проживут. А вы-то без него прекрасно проживете. А когда у вас Lexus, ну, если до вас так смотрят, ну, понятно, что человек резко разбогател, понятно, что завтра у него на рынке отберут ларек, потому что закроют этот рынок. На Jaguar никакого подобного шлейфа подозрений по отношению к вам быть не может. Потому что вы распробовали истину, вы сели за руль Jaguar, и вы уважаемый человек. А на Lexus вы, знаете, можете быть даже таксистом. Вип-такси к подъезду вам каких девочек? Подороже или подешевле? А у меня, если что, боржоми в багажнике? Это Lexus. Это нормально. Потому что это всего-навсего Toyota. С Jaguar такого нет. Он всегда в облаках. У него, у Lexus, у него все-таки это Toyota, и это никуда не деть, и это просто перелицованная машина. А у Jaguar у него нету дешевой версии. У него нету никакого Ford'а, болтающегося под ногами, подрабатывающего такси. Потому что это Jaguar. Поэтому если вот вы сейчас выходите в этом вот финансовом поиске на рубеж Jaguar, то Selected вас как раз обезопасит. Вы вступите в клуб достойных людей, и будете очень прилично смотреться, вне зависимости от занятий, и тем более при отсутствии MBA. Спасибо. А у других производителей, скажем, у BMW или у Mercedes есть похожая программа, или это уже все дилеры? Она существует абсолютно у всех в разной степени ответственности, потому что все прекрасно понимают, что новыми машинами торговать сложно, а поддержанными выгодно. И даже у Volvo есть такая программа. Но, что плохо, Jaguar машина не криминальная. BMW и Mercedes криминальные всегда. И, конечно, они будут стараться, и Mercedes-овцы, и BMW-шники, чтобы ничего сильно паленого вам не попалось. Но, сами по себе бренды, они, к сожалению, людей провоцируют на немножко другой стиль езды, немножко другое отношение к технике. И довольно часто в Selected может попасть машина под наемным водителем отработавшая, а это еще худший вариант. Ягуаровский Selected, он честнее. Спасибо. Спасибо. Приятные хлопоты выбора. Константин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что дети это все-таки отражение взрослых. Да. Наверное, так получилось, что приехав домой, все занялись своими делами, а дети стали играть в машинки. В папину пробку. Папа приехал из пробки, а дети как раз ее воссоздали на ковре. Да вы не поверите. Играли они в пробку через железнодорожный переезд. Настрадались бедные. Видать, с папой на дачу ездят. Эти автомобили, то есть машинки были настолько подобно выстроены, ну просто вот копия этих переездов. Какой кошмарный мир мы им с вами преподносим. Их представление о жизни уже формируется в понимании того, что пробки это неизбежно, и на железной дороге ты простоишь всю оставшуюся жизнь в очереди к шлагбауму. Да, и причем допустим, вот я хотел задать вопрос вот такой. Я вообще стараюсь не смотреть, но... Правильно, правильно, конечно, я вас понимаю. Но все-таки иногда посматриваю о том, как у нас жизнь улучшается, и услышал о том, что будет устроиться четвертое транспортное кольцо. Не будет опять строиться, его каждые полгода нам объявляют, ну, мы приняли решение, мы не будем строить четвертое транспортное кольцо. Потом проходит еще какое-то время, они говорят, кстати, мы рассмотрели и приняли мужественное решение, мы не будем строить четвертое транспортное кольцо. Вот на моем веку это уже где-то, наверное, восьмой отказ от четвертого транспортного кольца. Ну, то есть мы, как ослики, бежим за этой морковкой дальше. И мы будем еще довольно долго бегать, а в связи с тем, что у нас Собянин выиграл на выборах 8 сентября, мы еще многократно услышим, как замечательно они сэкономили во имя нашего общего блага. Тем более, что единственный километр четвертого транспортного кольца, как вы помните, установил абсолютно мировой рекорд. Он обошелся в 690 миллионов долларов. Один единственный километр четвертого транспортного кольца. Это в два раза дороже, чем Адронный коллайдер. То есть, жизнь, она не улучшится. Это понимаем опять. К 20-му году лучше не станет. Нет, что вы, к 20-му году станет замечательно. 20-й год это тот самый год, когда сбудутся все сказки. Вот все то, что нам сейчас в виде итальянских спагетти аккуратно по черепу намазали и свешивается у нас с ушей, в 20-м году ровно в полночь станет былью. Верьте в это, а иначе как же, иначе неправильно. Сергей, еще хотел бы один вопрос задать. Давайте. По автоматисту коробки передачи на Мстедес, почему-то механики не очень любят менять в ней масло. Говорят, что если масло заменить, то возможно она перестанет работать. Вы не знаете, с чем связана такая боязнь? А несколько причин. Во-первых, потому что у производителя написано, что она вечная, ее не надо менять. Это раз. Во-вторых, потому что руки растут не из того места. Это два. Потому что не на что менять палево на рынке. Это три. И пошел ты нафиг, это четыре. Вы приходите и говорите, мне нужно, чтобы вы хорошо поработали на меня за свою зарплату. Они на вас смотрят и говорят, слушай, мы за это время столько украдем, столько выпьем, закусим. Вот только поэтому. Потому что нет вечных агрегатов и масла в автоматических коробках надо менять обязательно. Может, вы подскажете, куда можно обратиться? Через Facebook? Ну, вот, это такая трепетная тема. Знаете, это как стоматология. Она же не зря выведена в отдельную медицинскую отрасль. И все врачи живут в одной куче, и только стоматологи прячутся от них отдельно по персональным кабинетам и принимают население автономно. Автоматические коробки, вот то же самое, как и двигатель, это ведь категория ремонта очень скрупулезного и очень ответственного, потому что там один залипший золотник и вся работа на смарку. Предугадать, под какой именно золотник залетела какая-нибудь там стружка или еще что-нибудь, какая-нибудь песчинка, невозможно. Поэтому люди месяц бьются над этой коробкой, потом вы уезжаете, приезжаете недовольны, и после этого, ну, после этого вам нужно это переделывать. Я могу вам через Facebook порекомендовать тех людей, у которых я ремонтирую свои машины, но я не уверен, что они берутся за подобные вещи. В силу того, что это невероятно трудоемко и требует профессионализма экстра-класса. То есть у нас здесь в России коробки, надо выезжать до полного их бездействия и менять на новую. И именно этим и занимаются официальные дилеры, почему они не занимаются ремонтом? Потому что это невозможно. Потому что все остальные четыре причины я уже перечислил, и у многих дилеров у них просто им запрещено ремонтировать. Они должны менять агрегат на ремонт, а коробку, если что, либо выкидывают, либо отправляют на завод. Ну, если она в гарантийный период попала, тогда на завод. Если нет, тогда на помойку. Просто не лезьте, в том числе, потому что это все-таки серьезный агрегат, делали его талантливые ребята, у которых руки из того места, не надо вскрывать, это как кардиостимулятор. Отстаньте от него, либо вместе с клиентом помрет, либо побегают оба. Я понял, спасибо. Дмитрий, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Дмитрий, вы дождались наконец-то, и я, кстати, тоже. Да, спасибо. Сергей, хотел бы узнать у вас ваше мнение о такой уникальной машине, как мне кажется, Seat Altea Freetrack. Интересует версия с коробкой шестиступенчатой DSG. Я читал о ней отзывы, и обзоры, и самое главное, нет никаких отрицательных моментов. Хотел ваше мнение узнать. Там маловато отрицательных моментов. Если внешность вас ее не испугала, то все остальное сплошные плюсы. Машина сделана неинтересна, машина задумана под адреналинозависимых людей. Вот если вы не понимаете, как можно в хорошей связке поворотов пройти без управляемого заноса и не зафигачить туда левый третий опасный на РУП-40, тогда эта машина не для вас. А если вы во всем этом знаете толк и умеете при этом еще не убиться на выходе из АПЕКСа, тогда эта машина для вас. Потому как она заточена именно под очень динамичную езду. Она абсолютно не новая, просто за то время, сколько она продается, Сеат в нашей стране успел пару раз отбросить копыточки. Мы его похоронили, оплакали, потом он опять возродился, как птичка, Феникс, соответственно. Сейчас он опять торгует Сеатом Алтеи и еще какое-то время будет торговать. Удобный кузов, грамотная настройка подвесок, хороший мотор, хорошая коробка. И самое главное, сборка-то чья? Сборка же не наша. Поэтому... Сборка, сказали, Португалия. Ну, сборка на самом деле Испания, и этого вполне достаточно, потому что Сеат, он собирается только в одной единственной стране. В Португалии там занимаются немножко другим, там хорошие спиртные напитки делают, Портвейн, например. Но Алтея это в принципе клево, и она построена по тому же принципу и на той же платформе, на которой у нас с вами есть Игуан, но заточена именно под агрессивную езду. И кузов универсал, можете туда напихать чего-нибудь полезного для дома, для семьи. То есть, это будет такая скоростная доставка морковки семье, нуждающейся в витаминах. Потому как столь стремительно больше никто, наверное, не привезет морковку в дом. Помните про зайчика, который за яблоками ходил. Вот вы, как этот зайчик, только будете более результативны. Я понял. Все, спасибо большое. Успехов дам с вами. Перерыв на новости. Пробок в Москве окончательно не стало. Всего лишь семь баллов. Евгений, здравствуйте. Нелли, Сергей. Здрасте. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Спасибо вам. Сергей, такой вопрос. Счастливый обладатель Audi A2. Ух ты! О смене машины. Хотелось бы что-то побольше. Хотя и Audi A2 изнутри гораздо больше, чем снаружи. Но, тем не менее, пространства не хватает. И при подборе автомобиля по уровню оснащенности взгляд упал на Citroën DS5. Хотелось бы услышать ваше мнение о нем. Скажите, Евгений, а сколько вы пробежали на своей Ашке? На своей Ашке, но пробег на ней уже 220. Я на ней где-то уже 100 отъездил. Какого она года у вас? 2001. Ух ты! То есть практически последняя. И сколько, что у нее по коррозионной стойкости кузова? Да, в общем-то, нареканий нет ни по двигателю, ни по кузову, и по ходовой в принципе все нормально. Но вот ее уникальность, она хоть в чем-то показалась вам плюсом в эксплуатации? Да, вы знаете, кроме удивленных взглядов со стороны других водителей, а также и сотрудников разных органов при прохождении техосмотров или плановых проверок так называемых дорогах, в общем-то, нет. Тюма-Кола-Дивис! Да, действительно удивительный аппарат у вас. Но вот у вас хоть какие-нибудь там были маленькие вмятинки, царапинки? Расцвело это алюминиевая дырка или нет? Нет. Ничего такого. Кузов целый. Замечательно. А ДСК вас почему прельстила? Потому что очаровательна? Она очаровательна, да, и в общем-то так сложилось, что судьба преподносит такие вот аппараты, как Аудио-2 или Дайхатсу-Сириан, которых немного на дороге. Это точно. В общем-то, вот ДСК как-то вписывается в этот ряд. Вписывается точно. Поскольку вы человек оригинальный и эстетический, то ДСК будет вам в самый раз, и здесь уже абсолютно неважно, что у нее там по технике, потому что облик и интерьер, они фантастические абсолютно. Ведь вы же в ДСК наверное уже садились, вы посмотрели каково там. Да, да, да. Там, конечно, есть какие-то нелогичные вещи, потому что французы, когда занялись дизайном, они в ущерб здравому смыслу кое-что там напортачили. Но это все не промахи, это все нюансы. С нюансами мириться проще. Нюансы они просто делают машину чуть более очаровательной, добавляя ей шарма. По конструкции своей, по платформе, вы, наверное, помните о том, что это Peugeot 307. Да. То есть это незатейливая, неплохо отработанная конструкция с нормальным подбором запчастей на каждом углу, но накрытая таким фантастическим кузовом, которому внимание будет ровно столько же, сколько у вас к А2. Особенно вблизи, особенно когда мытая. У А2 у нее еще и силуэт удивительный, а у ДС нужно приглядываться. Но когда она мытая, сразу понятно, действительно ДС. Понятно. Спасибо вам большое. Ну и будьте готовы, конечно, к нюансам с мотором, потому что мотор у нее... А вот, кстати, по моторам, если смотреть бензин и дизель, что предпочтить? Если есть возможность, избегайте у французов бензин. Дизель у них очень хороший. Любой дизель у французов очень хороший. Бензин это вот то, на чем концерн ПСА наконец-то и разорится. Они погибнут благодаря этому своему мотору. Вот этому стандартному 1.6, который они форсируют до 150 лошадиных сил, уже до 200 они его разогнали. Это все катастрофа. Либо 2.2, либо V-образная шестерка, либо дизель, потому что дизеля у них действительно очень классный. Алексей, здравствуйте. Это я? Это вы. Ой, а я наврал Алексей, я Денис. Любимое автомобильное имя. Скажу вашему редактору, что Алексей. Денис, вы прощены сразу на входе. Так что не переживайте. Ну все, спасибо большое. Во-первых, вот я не так давно, 5 лет назад купил Dodge Caravan. У него сдохла коробка. Я там потыркался, помыркался по всем этим конторам. А потом мне подсказал один знакомый на Ютубе. Просто посмотрел, как американец ремонтирует эту коробку поэтапно, прямо пошагово. Все запчасти на Амазоне заказал, там 150 долларов обошлось плюс доставка и отремонтировал самостоятельно. Ну вы рукастый. Денис, а вы перед этим на Жигулях тренировались, что ли? Вы откуда такой умелый? С Мерседес 123-го. А 123-й сколько у вас прожил? Ну, года три, потом 126-й был. О, но 123-й это было очень познавательно. Да, это шикарно. Аппарат совершенно, но зимой на автомате это совершенно неуправляемая тачка, так что никому не советую. Сложненько, сложненько. А вот, кстати, именно ремонт американца, такой пошаговый, никому не могу советовать, Денис, кроме лично вам. Это очень правильно, потому что именно так и делается. Вот когда все в тупике, тогда берешь сам, смотришь, как это сделали другие. Там на Ютубе просто видео, как мужик с нормальными руками это все делает. Просто делаешь остановку и повторяешь за ним эти все действия. Это для умелых. Но это очень правильный путь, потому как у меня, например, был один знакомый, который вот именно так купил на помойке убитую машину, в ней было все хорошо, кроме одного. Хозяин сказал, говорит, отдаю за три копейки, потому что кончился автомат. Он притащил все это домой, разобрал, посмотрел, что именно, выяснилось, что там залипло два золотника, промыл их, собрал, и после этого 10 лет ездил. Ну, Сергей, у меня со 126-м такая же история была. Там кнопка кикдаун залипла, хозяин испугался, начал продавать, она просто там на пяти тысячах переключалась. Это оказалось просто вот под педалью газа залипшая вот эта вот кикдаунская кнопочка. очистил, промыл, все нормально стало переключаться. Ну, суть не в этом. Денис, преклоняюсь на самом деле перед вами, умельцем, вот так вот блистательно обходиться с техникой. Да нет, ну что вы, это просто у вас аудитория, какие-то новые машины, все покупают, какую-то ерунду спрашивают, вообще вас слушать потрясающе, смеешься над вопросами людей. Ну, представляете, вот у некоторых людей, у них вот хватает таланта заработать пять миллионов, а потратить нет, нужен подсказчик. У меня десяти рублей не хватает таланта заработать, поэтому приходится самому-самому делать. Ну, видите как, кому-то бриллианты мелковаты, кому-то щи жидковаты, ну, что же делать. Слушайте, вот у знакомого тут посидел, в такой тачке называют Renault Spice 3. О! Которая с 96-го по 2000-й год производилась. Да. Он просто потрясен этой машиной. И вот вопрос. Хочется V6, который вот 24-х клапан и кс-90-й сильный с автоматом. Вот вы все про Renault там автоматы рассказываете, что они... Вот это вот автомат, откуда у него автомат? Он плох, хорош, ручка, как у американцев, там, переключение передач под рулем. Денис, вы будете первым, кто ответит на этот вопрос. Потому как в нашей стране Испасы вообще перестали продавать официально достаточно давно. И сюда то, что приходило в основном было как раз чисто французским, то есть дизель и ручка. А вообще V6, вот этот всефранцузский двигатель V6, который объединил двух злейших врагов, Renault, Peugeot и Citroen. Ну, в смысле, Renault и Citroen. Он у них общий, V-образная шестерка. И к нему, конечно, коробка ставилась, там было несколько вариантов, но в последнее время они туда ставили уже нормального японца. Там айсиновская была коробка. Потому что я вычитывал, что это от Mercedes Vita шла мерседесская коробка. Это соответствует действительности какой-нибудь? Вполне может быть, потому как, опять-таки, Европа в этом отношении, в отличие от азиатов, она очень разнообразна. И там мог оказаться ZF нормальный, там мог оказаться Aisin нормальный, и там мог оказаться ненормальный, невменяемый вот этот вот PD-2, он там по-разному у всех называется, четырехступенчатый автомат. Но под V6 они все-таки ставили нормальную пяти-шестиступенчатую, но какую конкретно узнаете только вы, когда уже со своим скрупулезным подходом углубитесь в конструкцию. А потом позвоните мне и расскажете, что же там оказалось на самом деле. Потому что машина так гениальная. Она совершенно фантастическая. А вот V6 вот этот четырехклапанник, он ну как, вы тоже про него, да? Ну, он сам по себе мотор очень неплохой, но вот там на каждый цилиндр стоит своя катушка зажигания, с которыми у французов все-таки вот управляющая электроника, французы в этом отношении ребята такие немножечко неталантливые. У них возникает масса всяких трудностей. И этот движок в общем-то в хороших руках я наблюдал многократно, как он служил верой и правдой, но то вдруг у него одна катушка из шести накрывается, то вдруг у него где-то в блоке предохранителей что-то там какой-то неконтакт. И он в этом отношении начинает своими загадками напоминать престарелого американца. Но у вас же был престарелый американец, а вы-то его победили. Ну, престарелый, этот престарелый, он, знаете, в форму там, не знаю, мне этот подход новая, новая машина хорошо, плохая, плохо, совершенно чувствую. не могу вас адекватно воспринимать. Денис, потому что вам есть на кого рассчитывать, на самого себя, потому что вы во всем этом разбираетесь, успешно разбираетесь, и, как всему прочему, признайтесь, вы в этом еще ловите кайф. Ну, конечно, любое, любое дело, даже сделать своими руками, даже дети, это приятно. Вот, а большинство людей, они оказываются в тупике, он капот открыл, посмотрел, там плита пластмассовая, он прочитал, что на ней написано, сказал, вай, мама родная, и поехал в сервис, потому что поколение уже другое. Вы же никому на вопрос не отвечаете, что по надежности, говорите, они все одинаковые барахла. Вот современные, да, вот машины поколения 21 века, одноразовое барахло все. Это вообще кошмар какой-то. А вот машины 80-х, 90-х, это то, что можно любить, чинить, беречь, и еще завещать внукам. А тем более у вас-то, Денис, с вашим мастерством. Ведь человек, который получает удовольствие, наслаждается тем, как он возродил, починил, исправил, улучшил. Вы сколько себе подобных встречали вокруг? Один на сколько? На миллион? Я вот людей, которые любят новые тачки, не встречаю. Думаю, что это за радио-то такое, господи. Откуда эти все люди странные берутся? В вашем кругу? Вообще, никто никогда в жизни не... Денис, огромное вам спасибо за то, что вы такой. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...